Куандун, Чайна. Руфейси, Фауэй, Рухан, Чайна. Чжанчэн, YYF, Санхай, Чайна. Цэньяо, Чжо, Гуанан, Чайна. IG, они действительно, они очень хотят поиграть, выиграть здесь, прошу прощения. Чуанчжо, Фейт, WWF, Феррари. У них по-прежнему есть шанс выиграть турниры, они в топ-6. И вот, собственно, они будут играть сегодня часть своей серии. Да, часть, одну карту. У Джеймса заканчивается, что сказать, поэтому он просто повторяет одно и то же. Что сказать, аналитики уже говорят одно и то же, который раз за день. И у нас команда Тонфу. Вы слышите, что уже даже техники устали за день, потому что перестали выключать микрофоны аналитиков во время представлений команд. О, ну да, многие думают, что Тонг-фу должны были быть в верхней ветке и должны были играть в финал верхней сетки с Альянсом. Но вот, собственно, Na'Vi их скинули здесь. Ну и, собственно, простите, ребята, уже истерика. Давайте просто ничего не будем делать, потому что здесь в Сиэтле половина двенадцатого у вас в СНГ, половина одиннадцатого в Киеве, половина одиннадцатого в Москве, половина десятого в Киеве. Да, шоу, там есть шоу. Все, давайте, поедем. Тоби, в смысле, комментаторы в нашем случае СНГ-шные. Забирайте у нас игру. Слава Богу. Добрый вечер, здравствуйте, доброе утро, добрый день. В общем, привет, СНГ. Китай против Китая, IG против Тонг-фу, Майл и Матрикс, поехали. Да, это первая встреча из матча до двух побед. Остальное продолжение, какое оно только возможно быть, будет завтра. Я, наверное, чуть-чуть обширнее поясню, потому что, если вы смотрите нас всю ночь, то вы вряд ли, как и мы, поняли, что... Да, я уже... В общем, Бо-3, в котором бывает счет 2-0, либо 2-1, то есть две или три игры, сегодня только первая карта играется, а завтра доигрываются остальные. Остальные, то бишь, завтра в этих же самых матчах будет еще по одной, либо по две карты. И будет это с прошлым матчем и с этим матчем. Вот такое вот интересное разделение. Да, это регламентированные правила. В принципе, логически их можно объяснить. Что у нас было в предыдущие два дня? Два best of three и четыре best of one. По сути дела, по количеству карт сегодня абсолютно такой же день, но все-таки количество матчей несколько меньше. Так как продолжение, как сказал Матрикс, будет доиграно завтра. Тунг-фу показали отличную доту в матче с Na'Vi, но явно им не хватило... Баны Чена, наверное, им только не хватило. Но действительно, практически все, с кем обсуждались подробности этой игры за сценой, и сошлись на том, что Тунг-фу реально показали скилл чуть выше индивидуальной. Я посмеялся с того, что показали статы Чуаня на Mipo. На Mipo? Да, у них есть фэнтези-поинты. Не фэнтези-поинты, а вот именно матч звезд. То есть я не понял, это тонкий троллинг был? Либо настолько уже там все припаренные, что уже дают статы никому не интересные? Сегодня все показывают, именно у всех показывают именно фэнтези-поинты, и Аки показывали. То есть я тоже не пойму, это баг или нет? Не знаю. Их тут же исправляют, как правило. Феррари на ваших экранах, друзья. Феррари 430-й, тот самый пацанчик, на которого сейчас будет играть вся команда. Слушай, но IG сейчас победили, и находятся на таком моральном подъеме. Тунг-фу были наверняка просто в шоке, как в шоке были абсолютно все после поражения от Na'Vi. Скажется это, думаешь? Я скажу так, Жоу играл очень плохо в матче IG. Скажется ли на Тунг-фу, мы посмотрим. Если на Тунг-фу не скажется, в общем, я думаю, Тунг-фу должны переигрывать здесь IG. Вот, что я думаю, что я скажу тебе, если только они не продавлены, не сдавлены морально. Потому что Тунг-фу по результатам этого турнира сильнейшая китайская команда. Да, действительно, они оставляют лучшее впечатление. Пока что по результатам, ну, они пошли по венурам, но лучше они команда или нет, даже сегодня не станет понятно. Понятно станет завтра, когда, как раз таки, даже завтра станет непонятно. Потому что, да, потому что они играют сначала сегодня одну карту, завтра они доигрывают. И только уже завтра вечером. Мы что-то да поймем. Мы на ваших экранах, друзья, если вы смотрите трансляцию, хочу отметить, что Дима Лост сказал такую фразу, что он не удивится, если гранд-финал будет Альянс против Тунг-фу. Я тоже, на самом деле, не удивлюсь. Я даже больше скажу, я не удивлюсь любому гранд-финалу практически с участием Na'Vi, Тунг-фу и Альянс. Но все-таки от Тунг-фу и Альянс действительно осталось впечатление... Лучшеньких. Ну, получше. Ну, что я вам скажу? Скажу я, друзья, что завтра случится то, чего не было никогда. Еще на этой планете. А именно, Лан противостояние Альянс против Na'Vi. Да, это завтра, если я не ошибаюсь, первый матч с утра. Да, ну, я могу посмотреть. Это хорошо, что я могу посмотреть. И я посмотрю. Было бы здорово. Тем временем, Тунг-фу забирают Лайфстиллера, Рубика и ДК. Отвечают IG, Вивером, Визажом и Штормом. Очень неплохой пик от Тунг-фу. Нужно им только добрать какого-то героя под Лайфстиллера. Но пак забанен. Шторма забрали сами IG. И Лайфстиллер остается у нас без героя, который будет доставлять его в драку. Ага, завтра доигрывается сегодняшний лузер в брекет-матч и 2-2. И только потом матч умер. Потом Na'Vi Альянс. И потом доигрывается вся сетка лузеров, что ли? Да. А последний день? Последний день играется ЛБ-6. А, то есть доигрывается до финала лузеров. И последний день финал лузеров и, соответственно, гранд-финал. ЛБ-6 комментируем мы с тобой, кстати. Да. Вот так вот. Что еще сказать? Не знаю, что еще сказать, друзья. Надо сказать, что для кого-то это утренний матч. Для кого-то это матч последний на сегодня. Напомним, всего одна единственная карта здесь будет сыграна. Китай против Китая. Но чую я чем-то, каким-то там местом, что игра будет интересна. Потому что Тонг-фу... Ну, долгая игра была IGDK. Тонг-фу играет в динамику. Тонг-фу это самая не только скилловая на вид команда китайская. На данном турнире. Но еще и самая активная китайская команда на вид. Хвост приходил, говорил... Это какие-то, говорит, неправильные китайцы. Они берут и нападают, нападают, нападают. Шейкер от IG. Шейкер от IG. Кстати, очень неплохо пик Шейкера против Лайфстилера. Против которого сейчас, ну, фактически нету ничего, что пробивало бы ему БКБ. Забанена сирена. Остается из вариантов только, пожалуй, Бэйн и... Ну, Бэйн, Магнус. Но Шейкер действительно неплохой вариант. Потому что может перегородить просто-напросто дорогу Лайфстилеру и отрезать его от драки. Мы видим Хао. Вот этого пацанчика мы знаем прекрасно. Это Хао. Да, человек, который чуть ли не в одиночку переиграл Na'Vi во второй игре. Это человек, который, когда берет в руки Тонг-фу, дела идут. Когда говорит, как играть, что пикать, дела идут. Когда он этого не говорит, говорит Кинг-Жей. Когда говорит Кинг-Жей, дела идут не всегда. Кстати, очень позитивный такой, приветливый. Ну, то есть сегодня, когда ехали все в автобусе, ехали четыре команды, которые играли с утра. И в том числе Тонг-фу. Ой-ой-ой, Тим Берсо от Тонг-фу. Ну, в агрессию будут играть парни. Да, запахло жареным. Хао на пике, Хао дает расклады. Итак, это будет Тим Берсо. Я так понимаю, какая-то соло линия, возможно, соло лёгкая. Не может Джоу дуплей собрать? Что за герой? Это, по-моему, Фейс. Фейс, да, это Фейс. Джоу немножко по-другому выглядит. Это был Фейс, ты прав. Вот показывали среднего парня Фейс, а справа от него чуть-чуть в других очках Джоу. Кстати, стоит отметить, что капитан команды IG Джоу, но на пике всегда абсолютно Фейт. И он сидит по центру. Фейс переводится как Вера. Вера. Есть ли у себя Вера в IG? У меня её нет. Не потому, что IG слабая. Потому что я к этой команде абсолютно нейтрально отношусь. Да, были они на самом деле в шаге уже несколько раз от вылета, так как упали в лузера достаточно рано. Сыграли Best of 1. Несколько матчей. По-моему, 2. Но всё-таки дошли до этого матча с Тунг-Фу и продолжают, ещё сохраняют шансы на чемпионство. Но, во всяком случае, я думаю, что любой другой результат для них будет неудовлетворительным. Хотя показать будет его очень тяжело. Верк и Энчантрос были последними банами и теперь остаётся пик. Бестмастер. Ещё один пик против Лайфстилера. И вообще, герои против БКБ, они вполне оправдывают себя. Ну и что, вырисуются Лайну IG, Шторм должен быть Соло-Мид, Трипла, Визаж, Шейкер, Вивер и Бестмастер, Оффлейнер. Будет ли это так? Посмотрим. Исходя из этого, предположу, что Феррари будут играть на Шторме, на Визаже будет играть у нас... Ра-ра-ра-ра-ра... То, что там играет Чуан, по-моему, на Визаже. Чуан, да, Чуан играет на Визаже. На Шейкере, значит, Фейв, на Бесте, Вайв-Вайф и Жжоу будут опять-таки на Вивере. Ну, если всё будет именно так. Что же касается команды Тонг-Фу, то здесь дела по... Вау. Вау. Прикольные, прикольные показали на стриме. Да. Так вот, Тонг-Фу я предполагаю. ДК будет мид на нём играть, будет у нас, конечно же, Му. Хао будет тащить на Лайв-Стилере. А Рубик... Вот у нас... Кто там у них уходит на оффлайн-то? Кинджей, да, кажись? Кинджей, да, уходит на оффлайн. Ну, вот на Тимберсове, да, и Саншейн Банана будет Рубик плюс один суппорт. Полупустой зал показывают уже Бинарой. Тейпер аудиторию. Понятное дело, уже-то и в Америке поздно. Практически 12 ночи уже. Очень поздно. Последний пик. И это Думбрингер от Тонг-Фу. Ой-ой-ой, и получается, это то ли Думбрингер лесной. Да, это лесной Думбрингер от Саншенга. Очень сильный пик Тонг-Фу. Есть у них козыря в рукаве. Так скажем, достают они их в очередной раз. И будем играть. Ну, примечательный факт, что на Банане сейчас фарминг. Фарминг-то сейчас на Банане. Ой, какой же фарминг? Что я говорю, засмотрелся на твой экран. На Банане сейчас у нас суппортинг в одно лицо, так скажем. Понимаешь, что это из себя представляет? Я думаю, что Думбрингер может выносить из леса какую-то меку или еще какие-то полезные артефакты. Бернинг поставил номер ГПМа 948. Да, ну это для данного турнира, естественно, 948. Ну это на момент падения трона. Официальная статистика будет, наверное, чуть меньше, а возможно, чуть больше. Официальная, напомню, берется именно по тому моменту, когда пишется GG. Да, еще один момент, чтобы у вас не было лишнего звука в стиме. Ну, поговори что-нибудь. Раз, раз, раз. Все, вот теперь окей. Ну что, не могут пока что определиться. Да нет, хотя Тонг-Фу скорее определились с лайнами. У них особо нету выбора. 13 раз встречались команды, 8 побед у Тонг-Фу. И, надо сказать, очень большое количество побед приходится именно на последний временной промежуток. Буквально на этот год. То есть, вот с Нового года, после, наверное, финала G-лиги. Когда с Нового года до марта вообще ни одного официального матча не было. Практически. Да, там доигрывали плей-офф, где Тонг-Фу, по-моему, уже практически не играли. Потом был один матч, и дальше уже Тонг-Фу начали IG как раз-таки доминировать. Вот сегодня или вчера ехали в автобусе. И я спрашивал, мол, а с какого момента Тонг-Фу вообще настолько жестко играют? И как раз-таки сошлись на том, что играют они с того момента, когда они убили в первый раз IG 2-0. Это было на каком-то достаточно серьезном азиатском турнире. Я не помню. G-лига, G1-лига, что-то из этого. На миде у нас IG поставили YVF. Да, интересно на самом деле решение. Обманули они всех. Феррари пошел фармить изи-лейн. Стоит против него в соло Тимберсоу. С таким укладом Феррари айтемы, конечно, вынесет. YVF на мидле не часто бывает, но вот в этот раз он именно здесь. Ну и шесть игроков целых у нас в верхней части карты. Саншенк вот сейчас смещается на лайн. Тут еще банана есть ставит вардецкий. И фармит в это все время Хао у себя под тавром. Ну и понятное дело, Жоу Чуан на шейкере и на визаже, кстати, не угадал. Ты играет Фейв. Да, но это здесь больше вызвано тем, что именно шейкера отдали Чуану. Обычно на визаже абсолютно всегда играет Чуан. Ну, видимо, шейкера исполняет только он в этой команде. Банана, видим, пытается найти как-то место для каких-то, возможно, отводов. Получить экспу дополнительно. Понятное дело, что на лайне ему стоять будет очень тяжело. Его просто Вивер сгрызет вместе с шейкером и визажом. А вот Саншенк очень хорошо уходит в лес. Кстати, интересно, у него меч, он с него там рубает крипов. Сегодня была статистика, что в игре против Na'Vi Move впервые играл на шейкере. В основном-то как раз Тунг-фу используют именно вот такого шейкера где-то в лесу, который фармит и помогает. Что ты имел в виду? Ой, конечно, Думбрингера. Конечно, Думбрингера. И сейчас Саншенк опять же исполняет вот эту лесную роль. То есть он как бы будет фармить, но, скорее всего, у него будет какие-то саппорт-атемы. То есть не исключены там сборки в виде Аркана и Мека или что-то подобное. Ну, потому что одному Рубику будет просто невозможно суппортить всю команду. Это да, это да. Тут я уж с тобой соглашусь. Меня смущает только одно то, что суппорт, один единственный чистый суппорт, вот это Рубик. Ты говорил, конечно, то, что может суппорт-атемы. Я же говорю про количество Смаков, Вардов, Апсов, Сентрей. Вот это все будет на нем. Как бы не получилось так, что этого не будет хватать Тунг-фу. И, кстати говоря, Думбрингер тоже может это все выносить. Выходит на Шторма. Ой, сейчас Шторм может получить еще очень много урона. Получает волну, ставит Ремонт. Тимберсоу гонится за ним. Здесь же Шейкер. Отличная физура от Чуана. Да, Чуан просто отрезал весь ганг. Ну, немножечко не попал. Сказал, как отрезал. Немножко не попал Кинг-Джей и Тимберчейном. Там не совсем было удобно. Так бы у Феррари были бы большие проблемы. Ну, на самом деле, там Феррари увернулся в удачную позицию. Я тебе скажу, так он занял. Не пойму я, Чу Светится у нас так интересно в Феррари. Это первый скилл Тимберсоу. Он такой дает достаточно интересное свечение. Сэншэнк, третий с половиной левел, продолжает качаться. Учитывая, что он к этому практически никаких усилий не прикладывает. Ну, то есть, ему не нужны какие-то там сверх гениальные мувы. Там как-то очень круто отводить. Ему просто достаточно приходить, съедать крипа и бить руками оставшегося. Оставшиеся в лесу. Остатки роскоши, так скажем. Смотрим крипстаты. Вивер 19, лайфстилер имеет 13, что достаточно неплохо, учитывая, что на этой линии могли быть определенные проблемы. Шейки растянули вниз. 23 крипа, кстати, у Шторма. Он пока что перелосхичивает Шредера. И на миде YYF чуть-чуть совсем, но все-таки опережает мув. На топе у нас пошла драка. И что, Фейфа пытаются там пробить? Да, и, кстати, может получиться... Фейфа, ФБ, но Хау, скорее всего, тоже здесь заберет. Вивер, Жоу! Нет, Хау живет, и сейчас может Вивер умереть. Нет маны, нет у Рубика. Нет, нет, не умерет. Он еще пойдет на пойдет. Смотри, раз. Очень, очень зря, очень зря, что он делает, Жоу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, я знал, как будет себя вести Жоу, но я не был уверен, что все у него нормально пойдет. И снизу умирает Феррари. Должен он умирать. Да, умирает Феррари. Конечно же умирает Феррари. 3-0, там фу впереди. Все делают просто как по книжке. Ну, я вообще не понял, зачем Жоу вернулся. Он, ну, явно было по урону, видно, что он никого не убивал. А у Рубика еще мана отхотила, накапала, скажем так, на телекинез. Просто взял и разорвал этого Вивера. В результате мы имеем почти четвертого Рубика. Лайфстиллера шестого, Думбрингера четвертого, Шреддера пятого. Ну, и по XP сейчас должно быть преимущество 2, да, в 2000+. Это все мелочь, на самом деле. А я не могу с тобой согласиться, что было понятно, что Юра никого не убивал. Там было понятно, что Вивер убивает Рубика. Но у Найкса есть яйца. Он показал их всему сообществу, развернулся и полез на ЛОХП драться, зная заведомо, чувствуя по таймингу, что не зацепит шукучами его лайфстиллер. И таким образом они его раскатили. Два типа на ЛОХП, и Вивер никого не смог убить. Если бы там остался один Рубик, Вивер бы его убил. Вообще-то надо умудриться, конечно, раскатить Вивера, у которого там 522 МС. Но действительно, из-за того, что допустил ошибку Вивер, из-за того, что остался лайфстиллер на Лайне, можно сказать, что так они и сделали. Бестмастер с фейзами. Как тебе такое? Ну, нормально. Бестмастер Гангер. Это, наверное, самый любимый айтем азиатских коллективов. Айтем, конкретно говоря. Вот. Докаж, в свою очередь, сейчас скупил себе Пауэр Трэцэ. Вот. Ну и теперь ему дела пойдут еще пуще прежним. Крипстатике у нас плотненький у всех. 35, 33, 33, 31. И только потом идет проседание аж до 21. Неплохо в целом. Ну вот смотри, Саншэн сейчас в лесу, и за ним выехали. Еще Саншэнга, находит Саншэнга. Пошла ульта. Ну, Саншэнга включен, второй скилл. Он здорово восстанавливает ХП. Пошел в соло-самшн, и последний удар визажа. Добивает его. А тем временем ДК-то, шейкера-то срезал. Тут же цепляют ДК. ДК видит, что выходит из леса. Тут же на перерез гангером выходит Хао. Хао включает рейд, шторм, добивает ДК. Хао идет дальше, но не хватит ему урона. Слишком прочный бестмастер. Нет, хватает с ульта урона Хао. Да, четко среагировал Хао. Залез в крипа, вылез в крипа и сделал фраг. 7 минут игры, 7 фрагов. Вот это я понимаю нормальная дота. В прошлых играх мы видели в 3 раза меньше. Это Тонг-фу. Это Тонг-фу. Они дерутся. И это хорошо. Для нас, как зрители, в первую очередь. Ну, смотрите, Жоу, топ-фармер у нас. Всея Руси. Надеюсь, сделал он какие-то выводы из своей игры. Вы подсказали, может быть, ему тиммейты, что где он не так делал с этим вивером в прошлых играх. И хотелось бы, конечно, увидеть поверение в него игру. Мне кажется, тиммейты сейчас с Жоу могут только одно подсказать. Говорят, ну, ты свои последние игры в этой команде, ну, проведи как можно более достойно. Тебя же по ним фанаты-то и запомнят. И, кроме шуток, уже достаточно серьезные ходят слухи о том, что с Жоу IG попрощаются в любом случае после Интернешнл. Откуда, мне интересно, у тебя-то такие слухи? Есть... Есть у меня один... Есть, скажем так, русский в Китае. Есть русский Сережа в Китае. Год? Ну, да. Ну, я не знаю, почем ему знать. LGD все-таки не LGD. Ну, да ладно. С Жоу реально что-то не так. Что-то не так. Вари на прошлом Интернешнл я играл получше. Ну, посмотрим. Что из этого получится. Кого туда можно брать? Ой, нападение на Хао. Но, блин, без зуба абсолютно. А так это была... Это даже не на Хао куда-то в сторону. Да, умудрились не попасть ни с формом, ни фиссурой, ничем. И Думбрингер, собственно, с Думом. Ну, и да, Сэншенг будет собирать Мекку. Тут все понятно. Ну, это логично на таких героях, как вот Алхимик, Дум, потому что у них армора вообще нет. Они собирают Мекку, у них появляется армор, и заодно есть Мека в команде. Да, тут будут донять вышку, ну, и сейчас за нее... Ну, вот не хотят ее отдавать, да. Смотри, что здесь? Рэйдж нужно включать. Успевает включить Рэйдж очень грамотно. Думбрингер выходит, вивер, и минус Жоу. Жоу не уйдет. Успевают его поджечь, минус Жоу. Думбрингер бежит дальше. Слушай, ну, потрясающе просто игру. Ой, чего он пытается сделать. В ТП аутстана нету по мане, или был. Драгон Тейл, да, но был очень лоу... Ну, как бы первый левел, лоу ренч, он не успевал дотянуться. Что это такое? Это тычка такая. Это тычка ДК летит в Чуана. И не попала, да? Ну, да. После ТП такие выстрелы не попадают. Но это забавно, она через всю карту летела. Так вот, офигенно все сделали от Вангфу. Показали нереальнейший Майнгеймс. Два типа просто на автоатаке фрифармили лайн и уже заносили свое ТП, скажем так, на топ. Два типа пряталась в лесу. И Наэкс такой, я тут фармлю, я тут гуляю. Такие, рост, рост, рост. Реально охренительно просто отыграли момент. Он мне очень сильно нравится. Фирали оставляют снизу, получают он немного фарма. Но, естественно, штормой здесь очень тяжело будет против такого пика. То есть здесь даже если он соберет свой арчит, который он собирает, все равно есть Думбрингер, и это очень больно. Закопали просто в асфальте Байджи, ограничив свой выбор Керри штормом, который контрится много чем. И ты знаешь, даже вот капец, непонятно, что ему нужно здесь собирать. Я-то вижу робов Мэйджи и понимаю, что это арки-то, естественно, там будет. Но Думбрингер это такая штука, которая... КБ бесполезна, потому что все равно есть... Разве что линка, но не на таком уровне. Тут догадаются, чем сбивать эту самую линку перед тем, как бросать ульт. Ну, тут вот даже была игра... Слушай, может, даже ты комментировал, я уже даже не помню, когда Фурион взял и с прутами линку сбил. Не-не-не, не я. Ну, может быть, и я, но если я, тогда не заметил я... Ну, имеется в виду, нет, не отметил. Сбил... А это фнатики играли с кем-то? Возможно. В общем, сбил линку с прутами, тут же захексил, так что здесь предостаточно. Тем более, что если мы уже говорим о том, что и линка, и БКБ, ну, тут нужно, наверное, посчитать, сколько это все будет стоить. Да, и останется по эффективности где-то позади. Я вот... Вот видим и графики на экране. Ну, они абсолютно непоказательны в таком раннем времени. Ну, они как бы показывают, что вообще ни у кого преимущества никакого нету. Идет игра такая еще, в которой ничего не понятно. Хотя Тунгфу оставляет впечатление чуть получше, за ними осталось побольше фрагов. Но здесь просто БКБ нужно не только потому, что там Дум, не Дум. Здесь без БКБ против Шредера делать вообще нечего. Это да, особенно если задоминирует у нас Тимберсоул. Будет мобильным, будет наносить много урона. Вот проблема эта. Прокаст все-таки он такой себе. Прокаст. И Арканбутси покупает себе Дум, не дособирал Мекку. Интересное решение. То есть решают они, видимо, додавливать активность, активно додавливать моменты, чтобы маны хватало. Вот вы на боте фамильярами немного харасит Тавер. Сейчас у нас никто иной, как Фейс. Да, Фейс действительно пытается. Тут немножко еще, чуть-чуть осталось нанести урона Таверу. Заберут вышку. Есть уже первый обливец став в Феррари. ДД в бутылке. Неплохо бы кого-то было, наверное, гонгануть. Но вот Шторм не хочет уходить с лайна, пока не на фарме своей орды. Сверху Хао доформил себе барабаны. Сейчас война будет за Хаструну. Ой-ой-ой, Шторм! Фраг делает у нас! И у него заканчивается мана. Он ловит ванды. Дом успевает его зажечь. Это минус Шторм. Да. Хорошая фиссура. Закрывает вообще все. И добивает Хао. Пытался визаж задонать, но у Хао слишком много урона. Хао идет дальше. Уольф Думбрингера. Много урона Думбрингера. Убивает Фамильяра. Здорово. Шреддер! Шоу практически был, но нет. Наймлэпс успевает. Сентривард стоит. Проблема уму. Жоу может поехать дальше. Жоу. Жоу, Жоу. Жоу еще не сентривард. Поднимает его Рубик. И минус Жоу. Три в один. Здорово играют. Тонг-фу и еще вгрызаются в бестмастера. Пошли топорики. Фамильяры много урона, но есть. Есть ульта и минус бестмастер. Офигеть. Что творят Тонг-фу? Да, IG вообще не готовы. Такое ощущение, что они не играли ни разу с Тонг-фу и не знают, насколько агрессивной может быть эта команда. Просто не готовы. Ну и вообще не удивительно то, что Тонг-фу столько раз их выиграли. Они идут и убивают. Ну, одного Думбрингера убили, но Думбрингер это по факту здесь это такой саппорт четвертой позиции. Что я тебе скажу? Жоу ты байбэк сделал и пошел фармить. Да ладно? Да. По-моему, это абсолютно бессмысленно. Ну, не знаю, как сказать. Пространства на карте осталось много. Оформить ему надо и байбэк стоит дешево. Ну, в общем, непонятно, правда, сколько ему там надо было в таверне сидеть. Вот это вот загадка. Да, и появлялся он быстро. А сейчас, если что-то такое произойдет важное, когда действительно нужно будет байбэкнуться, байбэкнуться он не сможет. Я, честно, сомневаюсь, что сейчас что-то произойдет такое. Не, я не говорю, что прямо Эншент будет ломать. Но бывают моменты, когда вот вивера первым убивают, он байбэкается, возвращается и можно подраться. Сейчас такого момента не будет. ДК, цепляют, пошла ульта. Очень больно ДК, Шейкер подходит. Да, забирают здесь му. Практически на халяву. Шейкер только замахнулся, бестмастер уже умер. Ну, много магического урона. Он собирает, наверное, БКБ. Нет, он собирает Шадо Блэйд. Очень странное решение. Ну и смотри, подобрал Феррари руну Иллюзии и будет пытаться на халяве Тавер. Опа, в лед, тычка. Нет. Дэнай. Ну, у Феррари много маны. И бест еще где-то забирает у нас Тавер. А это произошло, да, на Мидле. А что я тебе могу сказать? Могу сказать, что вот, блин, как будто не с той ноги в столе Айджу. Нифига у них не получается до конца. Реально, это так. До конца у них нифига не получается. Ну, уже это их не первая игра. Так что тяжело сказать. Но вообще и с Оранжами. Оранжи должны были побеждать. Нет, с Оранжами, с Оранжами. С Оранжами Дэгай играли. Айджи играли у нас с Фнатиками. Да, с Фнатиками тоже Фнатики имели преимущество. Но что-то пошло не так. Ну, Айджи просто вывели в глубокий лейт, где они уже... Ну, у них и пик там был очень суровый. Смотри, визаж Аркан Бутси себе взял. Этого мы с тобой не отмечали. Здесь банана Дэвардит. Это очень странное решение. Дэвардит банана в лесу. Вражеский опсвард. Вот так вот. Хотя почему бы и нет. Отнимая Вижен Айджи. И вардов, кстати, не так уж и много на карте. По сути дела два. Два опсварда по одному от каждой из команд. Ну, и там Сентрики не в счет. Думбрингер никак не может дофармить Мекку, в то время как у Бестмастера Мекку уже есть. Видели, видели только что смог за счет вот этого варда в лесу. Инвиктус Гейминг и атака команды Тунг-фу, скорее всего, будет провалена. Может быть, тупо... Ой, простите. Может быть, тупо слышали. Потому что отмечали некоторые игроки, что слышно телепорты, санстрайки, сидя в будке. Забегают на мид, но Айджи все прекрасно понимают. Они просто отошли. И Чуан там все контролил. В принципе, он-то и пинганул в то место на карту. Так, но тем не менее, тем не менее, заходят сбоку, видят Бестмастера. Бестмастер включает Фейзе. Отличная фиссура от Чуана. Здесь же Шреддер. Срубил весь лес. Ну и заберут вышку. Тем временем, наверху подпушивает Вивер. Пойдут ли дальше Тунг-фу или сделают ТП? Скорее всего, сделают ТП. Да, пошли. Ну, не решили не отдавать вышку. Абсолютно правильно. Снизу Феррари два Ливианстафа. И у Феррари практически есть уже арчит. Остается ему буквально 200 монет дофармить. Сверху у нас Хао. Хао выходит в армлет. И армлет у него будет уже очень-очень скоро. Остается ему... Ну, все, есть. Есть армлет. Абсолютно логичное решение. Но уточним, что это армлет после барабанов. То есть, айтемов реально достаточно много у Лайфстилера. Ну, со счетом 3.05. И дальше мы знаем, да, что будет. Дальше будет Саша Яша. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Но здесь бы ему бушерок как можно быстрее прикупить. Потому что некому его доставлять именно в драку. Он должен бежать своим ходом. Действительно, тогда выглядит логичнее Саша Яша. Ну, и башер тоже нужен, чтобы уже когда он добегает до цели, он мог как-то... Как-то ее задизейблить. Мека практически готова у Саншенга. Есть армлет. У Шреддера будет Бладстоун, но будет достаточно нескоро. Рубик пока что у нас со стиком и ботинком. И по мелочи что-то есть. Ну, и ДК. ДК фармит себе Shadow Blade. Ну, наверное, тоже правильно, потому что у них как такового инициатора-то нет. БКБ, конечно, очень нужен, но без инициатора играть невероятно тяжело. Смотри, Мека Саншенга сейчас будет, он принесет себе ее. И Мека у Биста есть давненько уже. Ну, как давненько, все, конечно, достаточно условно. Ну, и Тимберсоу, понятное дело, Point Booster себе уже покупает. Будет это в дальнейшем Бладстоун. Один из самых редких аэтомов, в принципе, которые только покупают профессиональные игроки. Самые редкие скади сегодня выдавали статистику. Тем не менее, скади появляются очень-очень-очень часто. Ну, сегодня уже я поговорил с Дэнди на эту тему. То, что Дэнди проигрывает игры командам другим. Смотри, банана! Ой! Феррари как будто бы спал, вот честное слово, без церемона, нападение, минус. Минус банана, и Арчит кидает на Кинг Джей, Кинг Джей, получает много урона, но должен уйти. Что это? Вивер, Вивер подожжен думом. И влетает сюда Феррари, убивает Шредера. Да, тут полная какая-то неистовая. Отличная ульта от Шейкера. Но Хао был в рейдже, Хао догрызает, ловит Арчит, минус Хао. Хао! Нет, 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 там слишком много урона от Арчита по Хао. Подсобрались, подсобрались Айджи и, можно сказать, даже выиграли эту драку. Выиграли. Ну и сейчас мы увидим, как графики поползут вверх, учитывая, что вышку-то они потеряли. То есть все равно нафармили больше, несмотря на потерю Таура. Ну что, Шторм неплохо себя реализовал. Есть у него уже Арчит и достаточно неприятно против него будет играть и Шредеру, и Лайфстилеру, и даже ДК. Не говоря уже про саппортов и про Думбринга. Да, да, несомненно. Но вот мне интересно только, что будет дальше он собирать. Будет ли это прямо вот сейчас Блэкинбар? Ну, нужно, нужно по-хорошему. Ну и Shadow Blade от Драгонайта будут нападать на Жоу. Смотри. Раз чуть встан, продувка, Сентривар, подняли, побили таймлапс! Таймлапсы уходят. Думал, что не хватит. Ну, ты знаешь, ПТ на Стрэнш и Ultimate Arba, но все это дело снимает вопросы некоторые. Например, такого рода. Ну, вдвоем были. Был бы Лайфстилер какой-то внутри или Шредер подбежал. Все-таки нужно было кого-то подождать. Но я думаю, что здесь старались все сделать как можно быстрее. На Миде у нас Лайфстилер. Есть фамильяры. Фамильяры контролят Рошана. Ну, вот в этой точке обычно не находятся всегда фамильяры. Что-то, какую-то разведку дают. Плюс центр карты, откуда можно практически в любую точку быстро долететь. Относительно, конечно. Забавно это так звучит, знаешь, как будто самолет. Ну, что, Тунг-Фу. Вместе Тунг-Фу по Миду. Словно за Т1 Тавером, которого нет. Вот тут бегает что-то Фейв. Он мог бы здесь, конечно, встрять, если бы были ворды. Ну, и что? Решили вражеский хенджетал Тунг-Фу сейчас фармить. В позиции находятся, в принципе, это практически все. Ага, сбивают. Сбивают. Система ПВО за 65 голды. Хоука сбивает у нас Драгонайт своей парадовочкой. Смущает меня то, что маловато маны у ДК. Но я думаю, ему хватит с учетом стиков, бутылок, шадоу-блейдов и тому подобного. Ну и фармить на бой тяжелый. Что тут у нас, товарищ Шторм? 2000 голды, есть уже Шторма. Можно принимать самые разные решения. Опять же, можно и на Хекс, можно и на БКБ, и на Линкуда, ну что угодно. Ну, как поведет себя Фрари, я, честно говоря, не знаю. Очень-очень мобильный пикат у команды IG. Вивер и Шторм. И вроде мы поговорили про то, что есть Дум и есть вот стам ДК. Но здесь целых два таких героя, тяжело убиваемых. Так, ДК заходит в шадоу-блейде. С лайфстилером. Жоу хорош. Ломают сверху вышку и должны возвращаться на мид. Да, на мид вернутся. Скорее всего, здесь ничего не отдадут. Ну что, глифа не было. Зачем тогда так агрессивно врываться? В АВФа поднимают. Ульту свою бросает Шакрам. Ну и не стали нападать. Ну и ничего не случилось. Абсолютно ничего не случилось. Просто вызывает это возмущение у меня. Ой-ой-ой, но ДК не добежал. Нужно было бежать до конца. Он бы перехватил сейчас Бестмастера. Ну, Лотар заканчивался. Бестмастер останется бы и все закончилось. На XB вылез, у нее не хватило рейнджа на Вау. Му, 1800. И дабл дамаж в бутылке. Даже душка уже есть ему. Купил на себе Угр Клаб. Только что понимаем мы, да, что в ближайшее же время БКБ будет у нас прилипать к Драгон Найту. Фейв каким-то чудесным образом в соло фармит бот там. Ну, а тут никого нету, так как никого нету. Икспа простаивает, он пользуется моментом. И Линка появляется у Жоу, который, еще раз напомню, на Вивере играет. Да, вот теперь его гораздо будет неприятнее убивать. Хотя все равно Линка это не панацея. Если выйти хорошо гангать с Рубиком Думбрингером, Драгон Найтом, Линку есть чем сбить. Ну, Рубик, наверное, специалист, поэтому он может просто фейтболтом сбивать, поднимать воздух и дальше уже расстреливать. Идет фарм, тут энд что-то активнее. Да, фармят вместе, опять-таки, парни. Ну, это плацдарм под Рошана, я так понимаю, был. А может быть, они сымитировали Рошана и хотят напасть. Да, вот есть тоже такое. Ну, и минус фейв, тут уже без варианта не будет. А, Думб. Фейв, фейв, погоня за фейвом. Замедлили его, что с ним только не делают. Слишком много урона. Слишком много урона, ну и сейчас, мне кажется, самое время выйти на Рошана. Ну, а почему бы и нет? Да, да. Ну, что, минус один делаешь, вард-де-вард и Роша. Ну, а что, мы опять искать приключения, пытаться кого-то зацепить, это глупо. И вот пингует, пингует уже Хао, ребята, говорят, пошлите на Рошана. Нету медальки, походу. Да, без медальки, конечно, это все несколько печальнее. Долгу будут убивать Рошана. Тем более, сейчас IG поймут, так как и на сцене все слышно, в принципе. И даже если не слышать, отлично, Феррари влетает на мид, на Рубика, минусует Рубика. Ну, и уже не подраться. Уже, точнее, не забрать Рошана, потому что 4 на 5. Да и, в принципе, все равно против Шторма очень опасно это было делать. Он просто бы туда залетел, мог бы соворовать Аегис. Кстати, Линку все-таки собирает Шторн Спирит, если я правильно все понимаю. через Персеверанс. Есть три айтема, из которых можно собрать, которые можно собрать через Персеверанс. Это Рефрешер, Линка и БФ. Я по памяти пытаюсь вспомнить. Ну, еще и Бладстоун. Ну, Рефрешер и Баттлфури явно не для Шторма. Бладстоун может быть, но тоже крайне редко появляется на самом деле на Штормах. А вот Линка здесь будет, может быть, в тему. Даст ему дополнительный реген. Даст ему возможность, ну, как раз и выйдет какой-то один спелл, и, возможно, это ему, когда-то, спасет жизнь. Шреддер, тем не менее, так... Мне интересно так закупился. У него пару шариков. Практически вроде был Бладстоун. Он начал фармить БКБ. Понимая, что Шторм его просто не отпускает с этого Арчида. Начал именно БКБ он и собирать, да. Ему не хватает, на самом деле, Персеверинса до Бладстоула. Кстати, интересно, решил Хао. Вот как раз-таки он решил, что не Саша Яша, а именно сначала Башер. Ну, я думаю, с Энджин Яши здесь... Хотя тяжело сказать, понадобится она или нет. Он может запрыгивать Шреддера, в принципе, и уже в ДК, у которого имеется Шадоу Блейд. Ну, отклонился, отклонился от привычного дефолтного азиатского плана. Тут просто он играет не вот этот вот, там, Хардлайн, Лайфтилер в трипле, а основной кэри, который должен наносить урон. Поэтому, если у него будет Саша Яша, ну, урона может не хватить. Просто может не хватить урона. Потому что у Думбрингера Владимир Мека тоже урона как бы немного. Здесь нужен чистый урон. Это Башер. И какие-нибудь еще интересные вещи. Жоу у нас на нижней линии, фармит очень свободно. Феррари фармит Эншента. Вся остальная команда фармит собственный лес. И у Айджит шансов в этой игре становится все больше и больше. Они очень мобильны. Смотри, Смог Тонг-Фу провязали и пытаются сейчас на лоха кого-нибудь найти, развести. Му сейчас так бесцеремонно вышел. Да, Му очень сильно палит то, что здесь Смог, потому что он бьет крипов и лайфстилит. Даггер, даггер у Чоана. Теперь Шейкер будет творить хоть что-то. Ну да, у него, правда, девятый, да. Да, одиннадцатый левел, и дела пойдут. Я вот тоже хотел сказать как раз-таки про одиннадцатый левел. Кимбересова тут соло в лесах бегает. Сейчас он должен Жоу здесь находить. Но Жоу, честно говоря, по барабану. У Жоу две стоят денег. Что он будет собирать дальше? Я даже не знаю. Может, это манта будет. Может, даже попробует на Родиан забегание сделать. Показываю, что как раз там зрителям нашим графики можно их даже озвучить. Да, ну, если озвучивать, то тут по XP немного ведут IG. По опыту, в принципе, преимуществ у них не особо много. И Блэкинбар 10-секундный у Драгонайта. Му, Тангфу. Наконец-то Му доформил себе этот итем. Без него крайне тяжело было. Ну, я не знаю. Тут Феррари просто не идут в драку. И мы все-таки стали свидетелями такой достаточно затяжной игры. Любимые игры Ласта. На интернешнале. Ему очень много их досталось. Ну, вот и нам досталась такая игра, в которой непонятно вообще... Ну, Тангфу хотят напасть. Очень хотят. Но они просто не могут. У них... Нет удобного момента. Нет приятной такой возможности. Чуан в смоках. ДК в инвизе. Врываются в Думбрингера. Чуан. Фиссура. Чуан запрыгивает. Ультует. Саншенк. Мека Саншенк живет. Эй, нюками на Саншенк. Визаж, да, с Ола Саншеном набивает. Ну, и ничего не мог сделать абсолютно против этого мобильного пика. Фейфа зацепили. А тут лечение. Мека Фейф по-прежнему живет. Еще один плевок. Проблемы у Му. Будет здесь разбирать Му. Му умирает. Ах, ах, ах. Лайфстиллер умирает. По-моему, IG собрали булки. И это... Это GG сейчас будет. Ну, это очень близко. Это действительно очень близко. Настолько мобильный пик не дает вообще никаких вариантов Тунг-фу. Тунг-фу не так много-то дизейблов. У них есть Doom, у них есть Rubik, у них есть DK. А там две линки. Две линки. То есть, если пытаться убить Вивера и Шторма, у тебя просто не хватит спилов. Ты половину спилов кинешь на Вивера, у него еще линка сработает. А на Шторма останется там один-два спила. Один из них, который резистится линкой. Ты знаешь, очень круто, на самом деле, все то, что происходит в последние мгновения. Потому что, ну, как мы с тобой начинали? С большой критикой к IG и хайтомом собираемым. Сейчас мы понимаем, что самое время пора забрать свои слова назад. Что IG как-то все-таки почувствовали эту игру. Здесь скорее нужно добавить критики Пико Тунг-Фу, у которых оказалось недостаточное количество дизейблов против вот таких вот супермобильных героев. Ну, наверное, вот этот вот парень зашел совсем не в тему на харде. То есть, ну, не оправдывай себя Шреддер. Хотя у него 3-1. Но я думаю, что будь это Клокверк, у него был бы такой же, по сути дела, счет. Схожий герой в плане способности ворваться. Но в плане дизейблов было бы поинтереснее. Со Штармом нет, но вот с Вивером бы да. И влетать в шейкеры было бы вообще не проблемой с лайфстиллером. Ну, я не знаю. Так, на медле. На медле хао-хао! Перегрузил вормлет, но это ему не помыло. У Феррари ДД Арчит. Дабл ДМАш, Оркит и Оегис еще там отмечу. Правда, конечно, Оегис участия в этой драке не принимал. Но да ладно. 14-13 вырываются вперед на целый один фраг сейчас у нас. Инвиктус Гейминг, чемпионы действующие. Ну и вот, вот графики. И графики пошли вверх, конечно же, для этих самых ребят, для IG. Идут, идут заканчивать Инвиктус Гейминг, потихоньку поджимать. У них есть Оегис, его можно реализовывать. Шторм полетел на Му, Му не видел. Да, ну бред, бред. Пора такому влетающему шторму иметь гем. Ну, он, в принципе, ничего не потерял. У него, посмотри, какой реген маны. 18, 20 маны в секунду. Вот он сейчас прошел. Ну что, ну что ты хочешь? Аршид, ПТ на интеллект и Линка. Очень много НТ и очень много регена. Поставлен. Ты посмотри просто, сколько сентрей стоит на карте от команды Инвиктус Гейминг. Я вижу три. Раз, два, три, четыре, пять сентрей от IG и апсервера. И два апсервера даже. Да, нашел я пять. Тоже. Помогите кастерам найти пять сентрей на карте. Найдите пять сентрей на карте. 14-13, 31 минута игры и просто стоит на холде на своем хайграунде. И вот ровно в этот момент, в полуночь, карета превращается в тыкву, а Тангфу в китайцев. И они начинают стоять на холде и все на хайграунде. Понимаешь, что зубы показывать уже как-то не хочется. Ну, здесь очень тяжело. Нужно сидеть до Эбисала, чтобы был еще один дополнительный спелл. Я не знаю, до чего им нужно сидеть. Они проигрывают очень много. И сейчас IG просто по идее должны фармить всю карту абсолютно спокойно. Кстати, гейм есть у IG, он у YVF лежит. Через три минуты, да, подсказывает нам тут Дотка. Будет пропадать, а Егис? Да, Егис пропадет. Но как-то пока что вообще Шторм даже близок не был к тому, чтобы умереть. Находит иллюзии. Нет, активирует иллюзии. У него еще 3-400 сверху. То есть скоро ко всей вот этой вот теме он еще может докупить Хекс. И будет тогда вообще Апосян. Да, Хекс это будет что-то. Ну, то есть он одному кинет Арчит, второму Хекс. Наверное, Рубику имеет смысл кидать Арчит в кого-то из героев. Ну, наверное, в Лайстиллера Хекс. И просто он в одиночку может стоять и рубить двух героев. При этом нанося действительно большой урон. Посмотрите, у Шторма 200 урона. Причем с Арчитом это большая скорость атаки. С Хексом еще урона будет больше. Не нравится мне действия Кинджея. Вообще вот просто в хлам не нравится. Почему? Потому что он перепуганный купил себе Огр Клаб. Который ничего, в принципе, ему там нигде не решил. Ты посмотри на его сборку. Он... Подожди, да-да-да. Перепуганный купил себе Огр Клаб. Потом, вместо того, чтобы разобрать Арканы, раз уже решился на Бладстоун, разобрать Арканы, побыстрее собрать его, Бладстоун, он этого не захотел. Всегда же можно купить сначала Бладстоун, а потом опять Арканы себе докупить. Правильно? Никто ж не запрещает. В общем, реально, по-наркомански. Он купил шаров больше, чем Перион Флакс в Секрет Шопе, в Бенера Холла. Просто четыре бустера. Один в Арканах и три в Солл Бустере. А почему это Перион купил много? Да, ну, это уже целый мент. Там Перион купил кучу абсолютно... Абсолютно даже вот показывали на сцене кучу вот этих шаров, в которых плюшевые герои. И у него там попало что-то около, я не знаю, там, 20 паков или типа того. И вот он целый день ходил в имениум, чтобы собрать полный сет. Но это было эпично, когда он раз за разом открывал шарик, а там был один и тот же герой. Прикольно, прикольно. У меня просто две Энигмы, я думал, с кем-то что-нибудь поменяться. Ну вот, с Перионом, я думаю, есть вариант. У него, я думаю, паки не кончатся до следующего Интернешнл. Джоу с Дезолятором бодро так нарезает вышку. Вышка падает. И это последняя теперь два вышка, в то время как у Айджи еще все товара стоят. А Егиса нет, поэтому вряд ли они будут заходить. Хотя, покажите нам Чуана. У Чуана есть 11-й левел. Просто влетай, инициируй, бестмастер с Аганимом. Ну да, тут все есть у Айджи, чтобы нападать. И еще 30 секунд даже есть Аегис. Я смотрю и понимаю, что Роша как раз-таки появится через 4.30. Да, но тут уже этот Аегис тяжеловато будет реализовать. 4.700 имеет Феррари. Как же он много фармит? Мы, кстати, не подмечали с тобой наличие Владмиро у Дума. Вот так вот. Ну там, да, там это на самом деле подмечай, не подмечай. Он очень мало здесь дает. Ну и что? Нет Айгиса? Более. Да, все. И тут же туда Мистик закладывает. Нормально так поменял. Плюс 25 урона. И еще больше маны, еще больше регенов. Он, понимаешь, он просто даже не то, что он с руки нанесет, он просто на фулл ману влетит с Лайтинг Бола, и столько там урона впишет. Мне кажется, Рубика просто ваншотнет. Шторм, ой, Шторм, Шреддер покупает себе Бладстоун. Тоже много маны, но он, к сожалению, не может ворваться на фулл ману и нанести кучу урона. Наконец-то Бладстоун. Долгой дорогой шел Шреддер. Ну да ладно, Дезолятор у Вивера. Офигеть, 24 маны в секунду. Это еще Хекс не дособран. Сейчас будет дособран Хекс, это будет, наверное, ну, больше 30-ки. Просто больше 30-ки маны в секунду. Подрался. 2 секунды при Гениал. У тебя все, там, полный прокаст откатил. Ну, не полный, конечно, понятно, что, образно говоря. Но да, да, Шторм очень мобильный здесь будет. Но он сможет тратить ману только за счет своего ульта. Если он будет даже по кулдауну прокастовывать свои реманты и вортекс, и ману у него будет пополняться быстрее. Только лететь на ульте и всех убивать. Хекс практически готов. Не знаю, будет ли покупать, оставит ли на байбэк. Хекс просто это очень большое преимущество. Но IG как-то... Ну, они, с одной стороны, сейфовы играют, с другой стороны, не назвать их какими-то прям совсем жесткими терпелами. Потому что они загнали на базу Тунг-Фу, и Тунг-Фу стоят. Даггер у Дума появился. Да, Думбрингер будет запрыгивать, пытаться... Пытаться кого-то покарать. Шторм, Спирит. Шторм, Спирит. Ты что? Думбрингер, Blizzard за тобой уже выезжают. Он нынче просто думает, что тут Шторм делает. Шторм летает. Из стороны в сторону. 48,5. У него регент с бутылочкой. И вот оно. Вот оно, вот оно. Супер Башер или Абисал Блейд у Лайфстилера. Наконец-то. Но, боюсь, что тут уже может быть поздновато. Потому что тут такие жесткие темы. Вот Чуан с фиссурами тут разбирается, с крипами. Ну, есть у Шейкера Даггер. У Вивера Дезолятор 5000. Опять Жоу набирает себе в банк. Такое ощущение, что он думает, что, знаешь, если он больше накопит денег, то у него процент какой-то будет больше. Не покупает вообще ни один ит. Депозит, депозит. Да. Нормально так. Визаж. Интересно, скоро у него там будет Аганим. Да, не скоро у Визажа Аганим. Но зато у Бистмастера уже с самого начала игры этот Аганим. И он еще и докупил Глазкипетр. Вот с ним разбираться реально непросто. Что еще можно сказать? 38 минуты игры, друзья. Фрагов видели мы не так много. 27. Но это лучше на порядок, чем во многих других играх данного турнира. Пенанты вы тоже видите, если вам интересно. Ну и что? Рошан. Рошан появится через какую-то там, не знаю, минуску. Так, видит сейчас Шторм. Нет, он не видит никого. Тут в Смаках заходят. И у Думбрингера есть Даггер. Ну, Шторм уходит. Очень-очень осторожные. Я бы даже сказал слишком осторожные игроки команды Тунг-Фу. Нужно им как-то проявлять агрессию. Заходят. Сейчас исчезнет Смок. Все, спалят птички без мастера. Где птичка? Я вижу кабана, птички не вижу. Ее, кстати, возможно, убили. С плац какого-то. Ну и Вивер покупает Баттерфляя у нас. Да, да, да. Именно так. Ну, Шторм должен купить Хекс. У него Мистик и 4000. Это просто... Просто что-то с чем-то. Какой же там монопул будет? Эриген юзает Смаки, юзает Хасту и побежал. Му тут рассекает в своей ульте с Гиперстоуном. Ой-ой-ой, Хао видит на Хао. Пошел Санс, влетает на Хао. Здорово, Шикер! Бист и Хао в таберне. Шторм. Шторм застанен. Шторм под домом. Шторм умирает, но у него есть байбек. Байбекается. Смотрим за Феррари. Просто смотрим за Феррари. Лети, 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 Феррари. Нет, Феррари очень далеко. Минус Кинджей. Тем временем зарезали Кинджея. Нет, живет. Живет Кинджей. Лоу. Да, байбек нормальный был только что от Феррари. Кстати, очень дорогой уже байбек на самом деле. Ну и вот убивают Рошана. Минус два главных кэри команды Тунг Фу. Минус Думбрингер. Ну, хоть я и сказал, что он исполняет четвертую позицию. Действительно, ДК здесь, наверное, более такой значимый персонаж. Но без Думбрингера, без Лайфстиллера невероятно тяжело. Лайфстиллер, по-моему, в драке вообще ничего не сделал. Он просто получил арчит, прокаст шторма, прокаст шейкера и просто умер. Ну, там еще ультбеста было у него, так же отмечу. Все, все в Лайфстиллера. Для того, чтобы этот паренек отъехал побыстрее. Но именно это и сыграло, это злую шутку с IG, что они не смогли под ноль выиграть драку, что так много с ПЛО потратили на одного лишь пацана. Кстати, да, наверное, ультбестмастера как раз-таки был лишний. Видим, что Вивер уже становится главной ударой силы Инвиктус Гейминг. Хотя основная агрессия именно исходит от шторма. 2.800, да, Ужоу на Вивере. Что дальше? Манта, Мьёльнир. Я думаю, что это какая-то МКБшка. МКБ может тоже быть вполне. Или БКБ. Ну, для начала, конечно, байбэк. Вот такая вот история. Ну, байбэк у него есть. Вот шторму, кстати говоря, на байбэк уже смысла оставлять нет. Я не знаю, чего бояться IG. Нету у Дума. У Дума. Вот очень тяжело. Действительно, в этом плане было легче в первой дочке. Там был Думбрингер, и у него был Дум. А здесь Дум, и у него есть Дум. Дум-дум. Ещё нужно, чтобы Итам какой-то назывался Дум. Дум-дум-дум. Тогда можно было сказать, что Дум кидает Дум, потом ещё Дум. Юзает Дум. Юзает Дум, и на Думе уходит. От Дума. Феррари уже где-то заюзал ДД. Я, кстати, не знаю, почему он так поспешил с этим. У него нету БКБ, то есть, в принципе, он мог очень долго держать его в бутылке, и в нужный момент использовать. О, Хекс прилетел. 38 маны в секунду. Неплохо, неплохо, несомненно. Пополняется очень быстро мана у Феррари. Осталось ему только как-то аккуратненько играть здесь. Снизу напали на Чуана. Чуан, еле живой Чуан. Шреддер летит за ним, прожигает его Шреддер. И удар в Чуана. Думбрингер. Бензопилой подрезал сзади немножечко. Да, Тимберсо. Тимберсо подрезал Тимберчейном. Кстати говоря, если бы сразу вернул, наверное, бы вообще убил. Даже не нужно было Думбрингеру наносить этот удар. Тем не менее, Чуан в таверне. Но Чуан это один из самых таких дешевых героев. Тем более, что у него только недавно откатила ульта. Ну, я имею в виду, играет на позиции, не самый важный. Ты говоришь, как про какую-то машину там, знаешь, самая дешевая машина, которую только недавно починили. Одного Чуана, пожалуйста. С вас 3,50. Одного Чуана, пожалуйста. Ну, и Тонг-Фу застряли на Эншентаксе. Кстати, обратите внимание, что Саша появилась в Тимберсоу. Саша Тимберсоу? Саша Тимберсоу? Саша Тимберсоу. Саша, Саша. Нас здесь плавит. Короче, Алибарда это будет от Тимберсоу. Александра Тимберсоу. Ладно. Есть АЕКС до сих пор Феррари. До сих пор он нереализован. Ну, кстати, ворваться вот так вот в Штормо, опять же, вобрать в себя все спылы с АЕГИСом, будет очень круто. Кирасоу, ДК тем временем. Кстати говоря, ДК-то уже, ну, ДК тяжело было бы пробивать даже таким Штормом, если бы не было бы Вивера, у которого там и бабочка уже, и дизолятор, и все, что угодно. Аганим, Гем, Бист, конечно, сейчас будут ставить свои расклады конкретно. Еще и Форс Таффчик. Да, и Гусцептур тоже. Короче, Вай Вай Ф молодец. В целом. Ну, у него такой, у него такой бодрый скин на Бестмастера. Да, такой именно парень. Серьезный, серьезный. Ну и что, будем посмотреть. Будем видеть, посмотреть, как сейчас будет действовать у нас АЕГИ со своими возможностями. Главное, не уходить назад. Да, ведь Дарошан на 6 минут еще. И смотреть 6 минут на то, как АЕГИ будут бить крипов. Знаешь, мне кажется, нужно с Интернешнл сделать нарезки. Вот прям групповой этап и плей-офф. Вот самые последние игры, когда уже просто, ну, когда уже кастеров начинает реально перекрывать. Нормально, нормально, все в порядке. 13-й Чуан. Опа, минус птица. Ну, Тунгфу опять зажатый на базе. Они сидят и просто не могут выйти с базы. Не дают им никаких шансов АЕГИ. Еще и рисуют что-то на карте игроки Тунгфу. Да, нужно как-то через МОК, что ли, пытаться. Ну, сидеть вот так вот на базе. Возможно, ждут, когда закончится АЕГИ со Шторма. Но тем временем АЕГИ столько выформили. Просто откройте графики. 14 тысяч и 25 тысяч по XP. 25. И сейчас они пойдут нападать. У Шторма есть ДД и Хаста. Где он это все находит? Ну, не знаю, где он находит. В любом случае, сейчас все будет зависеть от прыти АЕГИ. Если они сейчас сделают все плохо, они реально уйдут и будут ждать Рошан. Так, Вивер. Вивер пошел наверх. Ну, Тунгфу очень осторожны. Такие они аккуратные. Ну, здесь уже тяжело сказать, что там, вот, почему Тунгфу не нападают. Ну, почему не нападают? Да потому что на кого тут нападать? У них ситуация плохая. Все, что они могут сидеть на базе, ждать ошибки АЕГИ. Что Тунгфу принял важное решение. Пошли, пойти вниз пофармить. Да. Нет, ну сейчас будет слишком. Сейчас вот следующий Рошан, если его АЕГИ забирают, ну, достаточно легко, там, без потерь, либо с небольшими потерями, там преимущество уже будет двадцатка. Стоит такой Рошан, и у АЕГИ есть два варианта, забрать его с потерями или без потерь. О, боже мой. Вызовите скорую, пожалуйста. Я просто задумался над словами, ты не конкретизировал то, что произойдет драка на Рошане, и если из этой драки выйдут с Хим, я реально подумал, что Рошан может навешать люлей в команде АЕГИ. Ну да, ну всякое бывает, знаешь, Смайл на этом интернашемле... Да, показывал, что... С большого спауна без потерь не смог уйти. Было, было. Лесами бегал, умирал. Это да. Кстати, ты обещал слезно, что Смайл будет играть весь турнир SkyEvra с Мэйджем. Отыграл он ровно две или три игры. Все три игры эти были проиграны, и они поняли, что не в SkyEvra сделано. Мы сегодня с Настем сидим, я говорю, слушай, а что там Леону, типа, не пикают? Он такой, о, точно, мы про Леону, говорит, забыли. Нормально так, ребята, вспомнили. Нет, ну тут... Тут да. SkyEvra с Мэйдж как-то не зашел. Может быть, потому что вот такая неудачная групповая была стадия. Кстати говоря, вообще про этого героя забыли совсем. То есть вот в группы его только ВП, по-моему, пикали, больше никто не пикал. А ведь это герой, которого забирали на саппорта месяца два назад вообще 80% игр. Особенно Na'Vi. Na'Vi там просто этим, ой, SkyEvra с Мэйдж, там, Дэнди. Было дело, но как-то забыли, разлюбили. Ну и да ладно, бог с ними. 333 крипа у Ferrari. 395 у Жуоу. И в этой игре пацаны из IG, мой глаз радует. То есть они поняли, что все-таки, когда пахнет миллионом, надо не тупить. Ну опять же, друзья, давайте не забывать, что это было 3, да, и вот даже кто бы сейчас не выиграл. Рубик попадает под стан, ну и должен Шторм лететь. Шторм влетает в Рубика. Урон поднимает Шторма. Проблема Ferrari. Сайланс на Саншенко. Он не успел ничего сделать. Сейчас должен поплатиться. Шейкер умирает. Саншенко, минус. Потрясающе. Один в один. Ferrari бьют, двигают его форстафом поближе к базе. Минус Хао. Думбрин герой. Он Дум кинул в линку. Не пошло. Ну вот сейчас Ferrari, Ferrari, Ferrari немножко потерпливает. Хотя Жоу поедет сейчас добивать Му. Минус Саншенко, минус Ferrari. Байбек от Шторма сразу же. И что, Фейв пытается убежать. Минус Кинжей. На развороте. Раз, минус. Шторм должен лететь. Станк, Жоу, Жоу живет, Жоу живи, Жоу, Жоу умирает. Соло Саншенко, Шторм уже почти готов. Смотрим на Ferrari. Полетел друг. Закексил. Жоу выкупился, Жоу выкупился. И нажал ульту. Оказался на том же месте. И Му встревает. Му, минус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это драка. Сколько байбеков потрачено? Раз, два, три, четыре байбека. И все первая, вторая позиция. Нет, не первая, а вторая. Думбрингер, Лайфстиллер, Вивер и Шторм. Ну, должны ломать Ай-Джи. Ну, должны же. Делают, делают. Это самое грязное дело Ай-Джи. Ломают минимум одну сторону. Хотя, ты знаешь, Лайфстиллера Ай-ДК не будет. Еще долго, поэтому можно... Можно ломать максимум. Да. Смотри, Вивер с бабочкой. Тут вышка по нему мажет. Может здорово танковать. Ой, какой урон тут. Посмотри на этого Шторма. 250 урона. Похоронили себя в этой самой игре танку последней дракой. Потому что... Даже не знаю, куда они уходят. По 20 там еще секунду. Нормально. Тут Шторму прилетела БКБшка. Рошан появился как раз таки. На него тут же заходят. Там Шейкер отфиссуривается. Нету до сих пор ДК. Сейчас заберут... Сейчас просто заберут Айегис Феррари. Плюс у него будет еще и БКБ. Понятное дело, что это Феррари. А сыр поднимает Жоу. Да, а сыр у Вивера. И в итоге как с этим справляться, непонятно. То есть теперь, реально, теперь на БКБшку... Ну, только в БКБ сбивать ультой Рубика можно линку. Все, больше ничем. На это очень нужно постараться. И Аганим появляется у Визажа. Ну, и сейчас будет финальная атака, скорее всего. У Шейкера есть ульта. Тараска, Вивер. Да ладно, уже и Тараску собрал. Хорош. 400 крипов, между прочим. Преимущество 20 тысяч плюс по золоту. 30 тысяч по экспе. Слушай, мне такое чувство, что Жоу подошли перед матчем и сказали, «Вася, мы тебя побреем, если ты будешь плохо играть». Я тебе говорю. Ну, ему на самом деле сказали, мы тебя побреем в любом случае, но ты давай там все равно. Иначе мы тебя вообще там... Ты будешь спать Чуаном все оставшиеся дни в Сиэтле. Ну, игроки, если кто не знает, это не был никакой там грязный намек. Игроки спят в комнате, то есть это у всех команд. У них номера двушки, так сказать. Да, я сегодня стал свидетелем того, как Чуан приставал к Смайлу. Да, Чуан такой, да. Он любит поприставать. К нормальным дотерам, да? К нормальным дотерам, да. Он оценивает скилл. Ганга это так немножко, проверяет. Ну что, готовятся. IG заходить-то уже. Рефрешер. Рефрешер у места. Сегодня уже такое было. Да, сегодня уже было. Причем это было, ну, круто. Ну что, поехали. Линку сбивают Вивера. Шторм летает. Хексит Хао. Кажется, Хао очень больно будет сейчас. Ой, проблема у Хао. Хао минус. Хао минус. Шторм пошел дальше. Рефрешит. Рефрешит. Минсан Шэнк. Кинг-Джей бьют. Кинг-Джей уходит. Ну, Гаген. Джи-Джи пишет Хао. Гаген. 1-0. Продолжение данного матча БУ-3 завтра. Ровно так же, как и продолжение ДК Оранж. И мы, друзья, с вами прощаемся на сегодня. И услышимся уже завтра. Завтра обязательно приходите в продолжение матчей. И обязательно на матч финала Винеров. Нави против Alliance. Да, там будет, конечно, мега жесть. Ну, насколько я знаю, начало. Завтра, кажется, дефолтно. Ну, на всякий случай смотрите расписание на всевозможных сайтах. Все. На этом мы завершаем сегодняшний наш эфир. Услышимся уже через каких-то, сколько там, ну не знаю, 11 часов, а то и раньше. Всем спасибо. Комментаторам. AJ, выиграли. Простите, больше, чуть-чуть запыхались. Очень быстро закончилось. Простите, здесь уже все небольшая истерика. Джеймс болит, ему это совсем не нравится. Слова не могут описать эту победу, но, возможно, вы какие-нибудь подберете. Танк-Фу играли хорошо, ДК играли хорошо, давайте себе пойдем спать. Ну, на самом деле, да. Не смотря, для начала Тун-Фу начали хорошо, Бистмастер и Сторн-Сбирит слабый герой до 6-го левела. Но вот не у всех была начальная хорошая игра, и если бы Буденка появилась гораздо быстрее на Ферраре, то игра бы закончилась гораздо быстрее. Все согласны. Ну, да, Бруно даже не собирается что-то добавлять к тому, что он говорил до этого. У них есть Тун, который проходит через БКБ. Они выиграли, именно поэтому. Если у вас его нет, вы проигрываете, вот и все. Да, это был важный матч для победы. Мы напоминаем, что это первая игра из Best of 3 серии, которую команда продолжит играть завтра. Соответственно, они уходят на отдых с ощущением, вот знаете, этим маленьким привкусом победы во рту. Давайте посмотрим на сетку. Давайте посмотрим на сетку.